welcome 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 unicorns of love против виталиков продолжают зато в перерыве мы с вами узнали что у ксеркса у ксеркса джанглера команды unicorns of love неординарная внешность а зовут его андрей драгомир сейчас его нам кстати покажут вот там топперов показывают визичачи кабачарта и вот он а вот отсюда он кстати напарня похож и грудей даже нет так это парень или тянь парень-парень андрей драгомир его зовут мужик прогуглили решивший сменить пол посредине жизни ладно баны пики нравится забанен на виталиками был они вообще-то должны были камилу рингар и лебланк банить лебланк в итоге забанили юникорнцы хотя у них есть экзайл что-то я вообще не понимаю что происходит ну ладно бан виталиков последний давайте посмотрим х то кто будет последний банну камила скорее всего я не думаю что не кабачар не визичачи не играл на камиле то есть не будет такого что они и пропустят народ надо болеть за г-2 там тренер наш чувак шаркс так g2 сегодня не играют они вчера играли уже победили и верно забанили камила проходит камила прошла ребят первая камила в европе и в корее было уже камила она победила да все верно первая камила в европе но давайте поглядим кабачар давай визичачи извините доволен кабачарт как раз таки должен быть недовольным сейчас потому что я честно даже не знаю какой чемпион может нормально отстоять с ней по соло q мне показалось что неплохо стоит трендомир неплохо стоит с ней ясова но это по соло q ребят соло q это другая история и а и скиллбейс матчап мне показался против джакса но только до определенного момента он скиллбейс дальше начинает камила доминировать его есть кто чтобы фармить айпишки на вести так кстати ребят сегодня риуты ввели систему фарминга айпишек на вести если вы играете с друзьями втроем в четвером в пятером вы фармите огромное количество пишек советую всем по объединяться тем более у нас тут большая часть группа людей можете объединиться вместе три вот и кстати тупанули я понял их логику уже смотрите здесь чемпионы нарисованы все в эту сторону смотрящие а здесь они взяли и реверс сделали картинки той которая есть и поэтому и некоторые картинки нам кажется непривычными но камила она изначально смотрит в эту сторону они и все равно реверс поставили теперь камила не хочет смотреть сторону виталиков она смотрит в сторону своих сам универспеллов но у меня нет друзей а на русском есть такое чего такое на русском о чем ты лига легенд на русском конечно есть на русском серваке как не дали скамилась не дали скамилы думаю вообще никак не стоит лежит в основном и либо лежит но стоять она там точно не может ну ладно давайте к пиком виталике ботлейн опять сделали маль захар джин мне совершенно это не нравится но по крайней мере они сейчас добавили туда олафа олаф хоть как-то может дополнить джина то есть маль захар типа прикрывает джина маль захар неплохо работает с олафом а олаф неплохо работают уже с джинном хотя бы эта троица может играть вместе ну а хиль санг снова пикает себе лулу и говорит лулу хорошо работает сопротив маль захара я доволен пикаю ее и у нас рамбл еще в игре появился рамбл правда непонятно куда еще идет это может быть ранг рамбл джангл и мы такое уже видели может быть отвезли чачи рамбл и тогда камила на медели камил в джунглях поглядим на все это баны вторая стадия от виталиков прошла точно такая же опять ашаварус бан а от юникорнцев бан был шэн и поппи это кстати чемпионы которые могут более менее неплохо постоять против визы чачи камилы поэтому я предполагаю что это рамбл джангл у нас ребят тот чемпион которого в лесу мы давненько уже не видели последний раз его играли по-моему в лесу только в кан в начале 6 сезона или в конце пятого кабачар пикает таки фиору свое но наконец-то ребят там даже английские комментаторы несколько раз ес к выкрикнули потому что ну это правильное дело хватит кабачарту сидеть и терпеть на танках пора начинать уже действовать играть и это первая фиора на европейском лкс и фиора думаю в начале скилл бейс матча против камилы дальше она должна проигрывать камиле просто из-за того что у камилы есть cc и есть щиток которым она блокирует даже тру дамаг который будет наносить фиора мы еще мидера у юникорнцев не видели учитывая какой не сетап построили я не удивлю что сейчас может быть тот самый пикнуть владимир нет ариана ариана хороший пик мне нравится два щитка для кейтлин рамбл джангл как мы предполагали и камил самостоятельная но здесь не будет ребят на этот раз 3 1 1 пуш от юникорнцев это скорее тимфайт сетап они будут сражаться за объекты визы чаще будет ну типа это оля 4 1 только визы чаще будет стараться постоянно команде эти и там воевать нюк так снова пикать талию ну ладно талия так далее мы не против true урон блокирует а у true урон не блокирует а у ты уверен сейчас посмотрим я вроде бы играл этот матч-ап и ты давал автоатаку за камилу получал свой щиток в тебя прыгала фиора и сначала щиток падал а потом то есть она через щиток не била вроде бы но сейчас увидим ребят я уверен на хоть раз в игре это увидим все просто ультой олов и вперед они кончатся все просто ультой олов и вперед ульта олов и вперед ну во первых вперед он не может побежать из-за камилы это для начала он далеко не побежит во вторых все же щитки лулу и ариана это довольно плохо и кейтлин один из самых сильных чемпионов против олафа есть и посильнее конечно же чемпионы против олафа но вот кейтлин один из них самые плохие чемпионы против олафа это конечно из реаль аша то есть чемпионы которые вокруг замедления играются к листа кто у нас там еще замедление в основном кидает они вообще ничего сделать не могут если в камилу прилетает одинаковый магический физический урон какой щит будет там по-другому работает ребят у каждого чемпиона изначально есть базисный урон риуты прописали каждому чемпиону базисный урон основной его и камила когда впрыгивает в чемпион и наносит по нему автоатаку не имеет значения будет это собираться кенон воды или будет кенон собираться в танка вы все равно получите с кена на магический щиток вот в чем прикол там это не имеет значения поэтому и здесь это не будет иметь значения если фиора пойдет full ability power все она щиток будет физически включаться джейс отлично контроль кстати джейс да может быть он может откинуть в один момент хотя блин не камила ну сильный сильный очень чемпион реально очень сильный чемпион какой-то датан сложный и долгий голлали от симха почему не пикует война и лкс и в этом же патче она вроде сильная а вейн очень тяжелый ленинг фейс видосики говорят что можно магический урон получить я магический щиток получить с ясу серьезно ты уверен магический щиток получить с ясу можно это мне стало вот реально это меня немножко ввело сейчас заблуждение потому что в описании чемпиона было написано что у каждого чемпиона есть уже определенный урон там был так и написано ну ладно все тогда раз серьезно так серьезно у нас тут интересные плейсы устраивают виталики они похищают красный баф потому что фиора поставила вард на рамбловский синий они увидели что рамбл там и спокойно пошли забирать красный смоль захаром и джином у которого 4 4 автоатака большой крит и ничего теперь сделать не сможет рамбл в красном лесу но он придет красном лесу пофармится и уйдет даже ганг толком не проведет ну давайте посмотрим что у нас здесь будет сейчас дальше нюк дак продолжает издеваться дон дэк зайлом такое впечатление что у него реальная доминация над экзайлом очень сильно просто ну экзайл типа слабее играет нюк дака но в предыдущей игре это никак не отразилось на результате в итоге все но победили юникорнцы кстати говоря в перерыве среди аналитиков был power of evil не знаю уж почему они power of evil позвали в аналитики возможно power of evil будущее крепа и мы тогда с вами будем потом со временем смотреть вот кстати говоря он был щиток как раз прокнут визычайчиком будем смотреть на комментарии уже power of evil так вот power of evil сказал то же самое что я говорил что кс-1 вообще-то должен был победить на миде талию с лихвой не смог победить но когда ушел на сайт лейн и талия за ним не пошла потому что понимала что там-то она ему точно проиграет прокает щиток врывчик делает кабаччарт ну и визычачи выиграл размен учитывая что у кабаччарт нету больше хилок визычачи сохранил их еще одну w хиляется поддамажили и кабаччарт ускорился но автоатаку не одну не дал под ускорением но куча мопцов визычачка начали бить ему приходится теперь выпивать хилку и выровнялся кабаччарт но только потому что тупанул здесь визычачи на четвертом левле делать он ну очень очень хочет как-то визычачи сделать этот келл но в итоге это будет двойной рекол то есть оба игрока стрекольца оба стелепортируются чем преимущество талия по умы слабый герой что что в турнирах а талия может вырезать одного игрока из игры отрезать его своей ультой 1 2 одновременно с этим очень хороший кайт с большим дэмэджом и есть подкидывание на самом деле для мидеров это большая большой плюс когда у вас есть подкидывание ибо большинство мидеров без них пытается визычачи отменить кабачарту рекол получается и честно можно еще раз отменять ему рекол придется визику о кабачарту теперь эти очень далеко под башню там здесь хюлсанга ловит за счет олафа кидает топор попадает из флэша дает последнюю автоатаку стилбек четвертая автоатака наносит дэмэдж двойной ну так как это крит был и получается что лулу умерла фирсблат уходит на ганг олафа в руки тихо увернулся мы тут просто очень долго будем наблюдать топ-лэйн я уверен потому что риву там хочется показать нам это противостояние ну а рамбл к сожалению пока себя найти не может напоминаю что у рамбла красный баф украли он бегает ищет где бы чем-нибудь пофармить где бы какой-нибудь ганг организовать делает ганг на топ немножечко урона нанес по кабачарту уже хорошо но это не то на чем как бы можно строить победу на этой линии тем более что сейчас под кабачарта линия мапсы подъедут он там сможет под вышкой их полосхитить тут нам статистику показывают между джанглерами между джоку и эксеркса оба игрока стопроцентный kill participation были в предыдущей игре просто команда виталики всего сделала несколько киллов в предыдущей игре и всего всех поучаствовал джока и то же самое было у unicorns of love потому что и верно но без него команда вообще ничего не делал насколько я помню да они вместе только когда и верн был рядом так и получилось стопроцентный kill participation обоих игроков синий щиток здесь не прокнулся прокнулся желтый подходит сюда ох какой кило джока но будет килл ответные возможно кстати xxr сможет еще убить и кабачарта кабачар очень далеко от флешился флешится за ним xr замедляет а подойти автоатаку двойная автоатака на перегреве очень приятненько double kill для олафа был тоже kill и получается опять у обоих джанглеров стопроцентный kill participation мой тут правда маленькая проблема мог double если попала стилбэк может быть даже пришлось прожимать флеш здесь сам ну нет нормально все закончилось без потери флешей криты джина наносит не двойной руну да 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 не двойной не придирайтесь к словам не двойной я просто его называть 4 автоатака короче пусть будет просто многие не понимают что значит 4 автоатак 4 там крит идет там не двойной урон я не помню сколько там урона за джина я сыграл только когда он вышел уже сейчас по числам не помню что там все было с детства за единорогов они хорошие давайте посмотрим флеш кстати ешка прокнула но она не замедлила в ответ только дэмэдж нанесла парамбла рамбла же стан не прописывал только замедление давал а то что она не замедлила кабачарта кабачар так и так простоял на месте и у нас рамбл ушел эпик вперед кстати говоря рамбл джангл я вспомнил кто играл последний раз рамбл джангл это был кикис кикис был последний игрок который играл рамбл джангл из команды как раз таки unicorns of love он был вот она преимущество талии талия поставила стеночку и не смогла убежать лулу не смогла убежать кейтлин а как бы тут можно было кому-нибудь из них спастись но как видите за счет этой стенке перекрытие талия очень хороший чемпион для 5 на 5 игры ну как в общем-то и камила давайте посмотрим пошел станчик кабачар не успел дать w ну и дальше визучачи решил не улынить хотя на самом деле он вполне мог сейчас нажать ульту и постараться посражаться там потому что он бы раскинул мопсов в разные стороны мопцы бы перестали фокусить визучачика ну вот сейчас хороший момент у тебя был спасибо боится он походу боится на самом деле кабачар то он боится что если он сделает ульту в него кабачар даст ульту в него в ответ и просто проиграет размен но лулу точно здесь убежала бы если бы не талия со своей ультой но вот она эта войнушка ульта на ульту и визучачи проигрывает эту битву прокает кабачар свою пассивку начинается отхиливаться визучачи за счет своего замедления смог отбежать но не знаю сможет ли он там под вышкой теперь стоя у него есть телепорт можно не париться он нажимает сразу же телепорт и сейчас то есть рекол и сейчас на телепорте вернется на линию проиграл он это первый олд инчик друг в друга кикис тогда уже был топером когда кикис был топером но кикис не был топером то есть он был в челленджере топером но я-то про юникорнс оф лавов говорю и что он в них за них играл последний чемпион рамбл в лесу был от кикиса не шути с дуэлисткой кстати да с ней нельзя чего ты мне говорил нил кью я я не прочитал наверное ты имеешь ввиду что фиора побеждает камилу но фиора видишь не побеждает камилу она победила ол-ин но по фарму если посмотреть она проигрывает 20 фарма а это очень много виталики проснулись да нет на самом деле у виталиков просто джока насчет чем-то заниматься наконец-то а скиллбейс матч-ап ну скиллбейс матч-ап согласен джакса была бы та же самая история на скиллбейсе да я верю что визы чаще мог сейчас проиграть на чистом скиллбейсе так вот по поводу джока в прошлой игре джока нихрена не дело за рингара ребят ну давайте честно признаем очень плохой был рингар рингар сделал ганг на топ где папе и где у тебя танк на утилус ганг был неудачный и с тех пор больше ни одного ганга потом он тильтанул сделал tower dive на боте умер потом он тильтанул сделал ганг на медея умер и больше мы рингара вообще не видели в игре то есть но парень просто плохо отыграл на рингаре вот и проблема сейчас на олафе отличную игру показал уже отличную игру показал тяжело вот здесь было визе чечку сейчас дамажить кстати говоря опять оба обоих игроков откатились ульты кабачат пытается сейчас реколится и на телепорте вернуться на линию я думаю он попытается сейчас организовать олл-инчик визе чаще визику надо сейчас быть очень аккуратным потому что у кабачарта преимущество одного айтема хоть и недорогого но все же айтема стяжка но от флешивается нюкдак реагирует блин вот честно ребят я смотрю и очень хорошо нюкдак играет ну просто вот он ол-инчик это походу был байт от визе чаще но флешится кабачат за ним будет сейчас еще один прыжок нет он дает сначала w замедляет визе чаще дает свою ульту кабачат это любопытно надо будет это просмотреть момент здесь у нас бедную лулу убили только что но этот был очень любопытный момент последняя автоатака кабачарта не дала ему щиток ну отхил щиток потому что камила антарджи был устала это просто анлаки чё а дальше он понял что пассивком просрал свои ульты кабачат и ему пришлось отойти как можно дальше от вышки но все равно он не смог уйти поле покрывала весь рейндж вышки и реально получилось что его как лоха действительно развели только что задавил кабачат далеко ушел и провал гейминг а на боте в этот момент олов сделал tower dive убили и потом еще убили рамбла но вышку так и не сломали так что еще есть шанс у команды unicorns of love не проиграть по деньгам сильно а у линчика собирается устраивать здесь хельсанг кидал экзоста надежда была что добежит экзайл и сможет поставить шар и ультануть но это было бы все но там стилбэк от флешился давайте посмотрим еще раз на топе как это все произошло визучачий специально подходила чтобы сейчас кинуть ешку отпрыгнуть флешнулся за ним кабачарт дает w прыгает но стак не снимает и в итоге дэмэджа не наносит прыгать стак не снимает дэмэджа не наносит от хилл не получает и гг ну а здесь видите маль захаровская ульта мы это видели в предыдущей игре маль захар плюс рингар мальза ультует рингар убивает за то время пока лулу никак а еще и сейчас увидите как бедный а румбель умрет румбеля первый выстрел на него сайланс накинул на ультану второй выстрел и четвертый выстрел и крабы его доедают последний краб кстати говоря самокс а вот этот я не заметил момент тут я как раз переживал что там рамбала убили а я не заметил как камила сбежала на мид и убила талию вот это я не видел камила дальше подбежала и убила талию талия видимо вышку там очень глубоко убивала и камила без ульты просто зашла застанила ее и убила такие дела ну и наверняка там у нюгдака не было фул хп потому что ариана не было на меде значит скорее всего а там был размен какой-то у них лучше пониут кстати тот момент показали нам еще раз потому что они нам показали топ это можно в замедленном хотелось бы увидеть что что там произошло все же 2 а дэшника бьют друг другу лица это приятно всегда смотреть а в замедленном повторе а вот на боте то что произошло мы довольно внимательно посмотрели во время игры это а вот упустили зато как хилл на меде сделала камилой камила теперь уже 21 против 02 фиоры ну скажем прямо фиора сама выкинула этот файт сама выкинула уроки дайва по т1 от кабачарта согласен хорошие уроки преподает он нам как уроки французского такой уроки дайва 700 человек рили вчера тоже было 700 человек рокет макс кстати вчера на 700 человеках людях зрителях короче проще сказать все начали попрошенничать чтобы я чат убрал со стрима если нужно чтобы я убрал чат со стрима пишите плюсик если не нужно ничего не пишите ну как бы такие дела тут цепляет опять кульсанга опять пошла ульта мальзахара опять ульта джина но на этот раз успевает лулу ультануть на себя остается в живых смотрю вы хотите чтоб я убрал чатик со стрима ну лан 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 попрошайки сейчас подождите товар дайв досмотрим тут очень большой проказ дали по мальзахару но он остался в живых на писечке и товар дайв будет или нет просто я смотрю у обоих то плейнеров есть телепорт и возможно придут и талия сейчас смещается вот это очень важно талия сейчас смещается и а просто серфит молодой серфер талия а чё на не пошла воевать там по можно было повоевать лулу без ульты марам был без ульты кейтлин бесполезная сейчас у нее только бт-шка могли повоевать реально 3 в 4 спокойно на ботлэйне мне кажется это 3 в 3 кстати было бы ариана же бы не успела подойти ну ладно не хочет не воевать как хочет сейчас мы чатик уберем не волнуйтесь я помню галочку вот она вот эта галочка все не будет вам чатика теперь я не буду с вами общаться буду зато игру внимательно смотреть ну чтож джога здесь поддамаживают придется отдать эту вышку потому что никто так и не приходит помогать бедным виталиком они по очереди приходят джин надамажился ушел маль захар сначала надамажился ушел знаете у них только пересмен очка но ни разу не могут быть вместе в этот момент визи чачи в соло зарабатывать все деньги на топе и это большие проблема сейчас для фиоры начинается потому что два соло килла у визи чачи один ассист но это там неважно и теперь еще соло килл ферст блада вышки 650 голды дополнительные ушли камиле в руки она ушла где-то в порядка 1000 1100 голды сейчас идет впереди от кабачарта на фиоре но мы можете сравнить у него тринити форс нинджа таби и тиамат собран когда у кабачарта за место тринити форс фейдж тиамат и судя по тому сколько у него осталось денег на руках да даже какой тысячи ребят я сказал тысячи а там две две штуки преимущества две карл штуки преимущества на топе анлаки это реально анлаки сравнивать нам продолжают деньги зато лулу на фидоне лулу минус 1000 идет относительно маль захара но игра не пошла у лулу все же олаф пострашнее для лулу я уже рассказывал олаф он контрит всех чемпионов которые играют через замедление без прыжков которые то есть чаще всего в игре лиги легенд ну риут и так старались сделать то есть чемпион либо дает к накапы либо умеет сам подпрыгивать либо дает замедление а тут минус по ходу рамбла рамбла ловит не успевает рамбл ультануть потому что нажал на себя перегрев добегает убивают лулу и дальше продолжает бежать олаф находит кейтлин убивает ее также талия выключила возможность убегания в ту сторону они вынуждены были бежать по прямой все олафу было очень легко кидать по прямой топоры минус 3 игрока на ботлейне и не корнцы отдают игру на боте но выигрывают на топе это будет интересная очень игра ребят у нас опять феоролы нет визачку надо быть очень аккуратно потому что его линия все еще может выиграть игру если он сейчас тильтанет и сделать неудачный товар дайв на кабачарта кстати говоря у кабачарта нет сейчас ульты и визик пытается сломать вышку станет кабачарта и не нажимали тэр ну ладно зато экзайл убил в соло олафа что это было зачем он вообще w нажимал ты прописал стан и тут же нажимая r все он прописал стан после этого решил нажать w с автоатакой и пока он это нажимал темат откатился у фиоры фиора дала свою кушку плюс автоатаку со своей w и тиоматом да ну тут совсем ramble ничего сделать не мог это даже не перегрев была сайланса от маль захара на самом деле ребят старинный такой добрый сайланс то есть маль захар дает сначала ульту свою когда ульта заканчивается он дает своих крабов и дает по вам сайланса вы ничего сделать не можете давайте посмотрим еще раз что здесь произошло но перематывайте риуты давайте давайте перематывайте вышку он еще сейчас ломать будет мы это помним да давайте потихоньку в замедленном последний удар вышки в замедленном покажите нам пожалуйста ну вот он про серьезно серьезно блять то есть лучше вы ничего не показывали знаете вот раздразнить и не показать вот так вот не надо вот вот так не надо поступать и хотел вот реально увидите сколько хп было в визичачи когда кабачарт начал делать олен и мог ли там визичачи нажать r и увернуться от одного удара кабачарта ну и по соответственно потом уже посмотреть хватило бы визичачку убить кабачарта но мы этого всего с вами не увидим раздразнили и выключили не будем этого показывать вырезано цензурой все же две девочки на топе шалят одна девочка с пластической операции на ноги другая девочка училка тут нам олафа повара показывают бейкера 510 равный счет по голоде но сами понимаете насколько сильно отстаёт бот-лейн команды unicorns of love на миде я думаю там небольшое отставание у экзайла идет только за счет того что в большем количестве киллов поучаствовал ой по-моему это плохой конец для кейтлин но зато команда unicorns of love сломала медлайн вышку и сейчас они пытаются спуститься вниз где рамбл уже зацепил джока зацепил хатчика хатчика ультует у нас по хюльсангу хюльсанг успел успевает на себя ультануть рамбл хоть и умирает но это все должно достаться камиле камила делает даблкил камила флешивается цепляется за хатчи стяжечка но отслышивается от этого кабачарт и кабачар делает от ответку даблкил у экзайла большие теперь проблемы потому что он здесь остался один и не хватает ему с прокаста может быть не стоило флешиться на хана хатчина и этой камиле она флешнулась и начала его добивать это больше было похоже на сулокушный поступок отвезли чачи он хотел просто убить как можно больше игроков вместо того чтобы перегруппироваться и попытаться вместе с арианой который подходит убить сначала фиору давайте смотреть еще раз вот ульта ужасная ульта кстати говоря от к серкса сейчас сразу ловит хюльсанга но он успеет на себя ультануть выиграет уйму времени и тут прибегает у нас камила ультует в нюкдака оставляет его без шансов убивает и вот здесь вот надо было отступать назад надо было к экзайлу убежать видите как получилось он не побежал к экзайлу флешнулся отдался а когда уже прибежала экзайл было слишком поздно и щиток толком ничего не сделал для кабача для этого для визы чачи их путают сегодня и получилось что кабача от флешился от ульты среагировал ну и дальше минус вся команда unicorns of love ну кейтлин правда была жива она уже воскресла к этому моменту у нее игра совсем не пошла 01 было начало сейчас она уже 03 визы чачи хотел было зацепить джока но джока нажал ульту и убежал но он там не доставал визик ну это правда дает скорость передвижения поэтому такой улов недогоня бельный был а виталики у нас во что играют то я сейчас пытаюсь просто въехать они по ходу просто фармится хотят они хотят дождаться момента когда кабачар сам победит камилу возможно из-за этого и была пикнута фиора потому что они считают что камила слабее в лейте будет нежели фиора все же у фиора не забывайте очень сильный отхил в лейт-гейме и если визы чачи не будет играть с ласт виспером который режет отхил то фиора просто будет пересустенивать во время файта один-на-один камилу и соответственно побеждать но правда из-за мобильности камилы могу сказать точно что я не вижу как фиоре и и побеждать но правда там и камила сама не может улынить самый распространенный билд на топе сейчас за камилу тринити форс в титане гидру нинджа таби в этот как он называется в рандуин в этой игре купленки ссс чтобы чтобы что стан снимать сайланс а но маль захар да я начал смотреть какие спел он собирается тут выкидывать раньше таки ссс был дико классная тем против фиоры вы могли полностью дуна эти ульту одним своим киеве сэсом но сейчас кисы снимает только cc эффекты которые на вас накидывают поэтому ничего не блокируете джока ловит но опять же здесь ультить как-то глуповато никого не было рядом по драконом вот европа она какая-то странная не в смысле страна игры европейский лкс какой-то странный здесь ребята больше трех дрэков очень редко берут и это связано и с тем что там оушены там дают им начале или клаудов дают они просто не стремятся их забирать нет даже в играх где инфернал в начале сидит они вот там на к 20 минуте только берут когда вот в корее ребята очень обожают драконов забирать уже к седьмой минуте ну что ж у нас тут mid lane вышку подсижить решили и уникорнцы в пятером хорошо не стояли очень тяжело было что-то организовать виталика маталия отрезала рамбла но рамбл готов воевать если что то что он отрезан ненадолго это ерунда ну два очень сильных чемпиона сейчас встретились конечно же если вы в салу ку играете там на даймонд плюсы я думаю вы знаете что камилла в пермобане находится а фиора сама по себе одна из самых популярных сейчас топперов и ее популярность иногда только падает только если ее контрпикуют там пантеонами всякими жесткими либо джанглер бэби сити тогда конечно фиоре очень тяжело играется хотя блин даже у меня были игры где фиору ты вроде забебеситил вроде уничтожили уже вместе ее и ты понимаешь что не то плейнер виноват она просто вот на шару где-то на боссе там парочку киллов подстилила один килл на дрэйке сделала и все и она уже с 0 6 3 6 и что-то начинает уже проблемы реальные создавать даже твоему топперу фиору это такой чемпион любимчик камбэков и скину не одика классный project фиора знаете вот что в этой игре плохо и не коронцев у них лулу не зашла если в прошлой игре лулу вместе с и верным классно классно сочетались то здесь с орианны все же не лучшим образом лулу сочетается это получается ей надо играть на визичачи давать щитки только на него но может быть так и получится лулу перекидывает нюкдак убежит ли хельсак выстрел попадает в него снайпер джен еще замедляет ксеркса у ксеркса есть ульта он ее дает но ультует просто олов и не попадает замедление отходит в сторону продать визичачи сломал вышку тир-2 ломает уже вышку тир-1 стяжечка идет от экзайла но при этом все маль захар ультует в него и размен знаете как два горя этих два горя пистолетчика друг друга пристрелили и погибли правда там еще были рядом помощники у команды виталиков и виталики пошли делать на шора в этот момент визичачи ультует кого чарта кого чар цепляется за визичачи визичачи неудачно отпрыгивает отслышивается получает ускорение после того как убил одного мопса а у нас здесь олов умер но на шоре а талия с хп же было почему она не пошла помогать что-то я не понял прикол почему талия не пошла помогать улов умер на на шоре ну на шор понятное дело отменяется сразу давайте еще раз посмотрим а ну нам повтор просто другой решили показать как классно перекинул нюкдак и ваншотнул и хюлсанг хюлсанг причем w за доджу получил хилл от самокса но вот этот выстрел никуда не уйти но аксеркса топорами закидали и все а теперь пожалуйста покажите нам что с нашором произошло нет нам покажут как они друг друга пристрелили а ее это нашора дело потому что олов мертвый и забирает очень быстро нашора влетает нюкдака нюкдака большие проблемы его убивают он хотел пополкать немножко хотел думал будет все хорошо а в итоге на него прыгает камила убивает то же самое происходит с мальзахаром даблкил правда забивает забирает и зари извините ариана и у нас 30 минута ребят это вам не хухры мухры олафа еще цепляет визичачи но под своим щитком не получает он урона от вышки могут сломать не просто сторону могут и выиграть сейчас игру юникорнцы прям здесь и сейчас тут два ингибитора открытых но мопсов правда нету на меде есть мопцы а можно нам увидеть как олов умер на нашоре потому что когда он подходил к нашору у него было больше половины хп пошла ульта джина но визичачи будет танковать рамбл дает ульту по джину джин теряет больше половины хп на нашу ой извините на нашоре на этом на этой ульте рамбла и вышечку добить не получается не все же добивает ариана дает неплохую ульту но некого некому за фоллоупить все это дело кейтлин очень далеко и она вообще боится что маль захар в нее сейчас даст еще один проказ ну потеряли двух игроков юникорнцы сломали вышку и убили олов девушки даже сломали открытые теперь nexus о сэмок сможет ли он убежать перепрыгивает и легко убегает красавчик не запаниковал нашел четкий угол где можно будет перепрыгнуть и перепрыгнул через стеночку там на самом деле можно было зафейлить нет нам другое решили бесполезный повтор показать где везде чаще не пожалел ульту на талию от нюкдака здесь он не попал станом но все равно убили лучше такие моменты мне кажется знаете что лучше было северка была бы лучше у команды у нюкорнцев лав кейтлин она хороша но она что-то не туда не сюда как чемпион здесь получается не знаю насчет ботлейна у северки сейчас не думаю что он настолько уж плохой у нее поэтому северка мне кажется здесь самый лучший сетап был бы получается они играют полностью на камиллу два щитка на камиллу ульта тоже на камиллу а до керри должен быть самостоятельным но при всем при этом а до керри должен быть пушером кейтлин подходит но под самостоятельность до самостоятельности ей далеко если в него побежит олов ей нужна помощь северка все же в этом смысле была бы круче талия ультует отрезаются игроки олов побежал вперед а пошла ульта рамбл отрезает тоже игроков инжин пострелял но давай ты будешь четвертый выстрел делать или как или как сделал все же свой четвертый выстрел на вышку последнюю вышку команды виталиков ломает юникорнцы ульта идет в церкса у которого не было уже ульты но правда здесь визачачи тоже тильтует и зачем-то в мальзахара тратит свою ульту и кстати говоря кетлин то убили но забейте тут база уже ломается слишком далеко шатдаун дальше прыгают на стилбека убивает его нюкдака тоже убивает из-за джока можно гоняться можно не гоняться кстати квадро можно сделать для нет лулу забирает там последний килл я это видел и у нас 20 довольно легко как-то прошлись юникорнцы по виталиком как в прошлом сезоне мне казалось что будет более равная игра и конечно же считал я вам сказал что скорее всего витальки победят 21 но нет странно это все было 750 тел а поставила плюс только 50 человек не но я же сказал не ставить минусы если есть уже хотя бы 10 процентов недовольных то можно и убрать ничего про никаких проблем нету сейчас бы 10 20 и слиться на розовый талисман пришел а девчонка вышла подождите не заметил девчонка вышла или мы как раз из между ног девчонки смотрим сейчас не девчонка не вышла на сцену замена их хюль санг в основе останется европейский лкс закончился ребят и у нас будет впереди еще да что что ж такое чужие все этот дух ввожу и у нас будет впереди еще я покажу американский лкс сегодня но он стартует в час ночи по моему времени по москве это в два часа ночи до этого времени на и на соло кучу сейчас поиграем тсм и против клоунайн и фокса против фениксов а их сайте перепутал фоксах играет фроген они фениксах я на стриме говорил что он играет фениксах меня должны были поправить но никто не поправил фоксах он играет на феникс это другая команда ну это я думаю не так важно в какой команде он играет главное что он играет вместе с лупером теперь давай америку смотреть я то только за но это через два часа ребят видите сейчас 11 через два часа америка так что сейчас пойдем с олакушку поиграем подписывайтесь на канал не пропускайте трансляцию завтра у нас будет европейский лкс дальше будет играть g2 против ракатов сплайсы против h2k потому что такие дела ну так надо это выключить